Вода – главный ресурс 21 века, поэтому ее нужно не только разумно потреблять, но и защищать от безответственных пользователей. Река Клязьма – любимое место отдыха жителей микрорайона Пироговский. По следам забытого мусора вышли ребята из волонтерского центра «Вместе» – мытищинского филиала МГТУ имени Баумана и сотрудники управления экологией. Это достаточно знаковое место, важная водная артерия для нашего региона. Не так давно здесь завершилась работа по реабилитации и углублению данной реки. То есть было расчищено русло. И вот сегодня мы здесь собрались уже в пятый раз в этом году на акцию «Вода России» для того, чтобы провести субботник и почистить берег нашей реки от мусора, который, к сожалению, оставляют некоторые граждане при посещении. Консервные банки, пластиковые бутылки, всевозможные упаковки – все это в изобилии можно увидеть на берегу Клязьмы. Даже школьники сегодня знают, что большая часть такого мусора разлагается сотни лет. Благо, к решению мусорной проблемы все активнее подключаются волонтеры. Дождь не испугал ребят, и они готовы приступить к работе. Доброе утро. Дарья, что нам понадобится для работы? Для работы нам обязательно понадобятся перчатки, мусорный пакет. В конце акции мы выдаем мерч брондированный, а также дождевик в такую погоду и хорошее настроение. Ребят, как настроение? Настроение шикарно. В субботу утром приехали убирать берег реки, то, что нужно для хорошего, позитивного настроения. А какой мусор в основном попадается? В основном пластик, бумага и стекло бывает тоже. В этом году в нашем округе акция проходит в пятый раз. За это время участники собрали более 150 кубометров мусора с берегов водных объектов. Итог этой субботы – десятки мешков мусором или 8 кубометров. Интересно, сколько времени уходит на сбор мусора в такой мешок? Всего лишь за 5 минуты силы. Первый раз работаешь здесь или уже было? Нет, не первый раз. Есть определенный опыт волонтерской деятельности. Студенты вытащили из реки и собрали на берегах не один десяток покрышек. Видно, что здесь отдыхающие устраивали пикник и распивали алкогольные напитки. На берегу много битого стекла. Осколки мы не собираем, потому что они прорвут пакеты. И если волонтеры будут нести, они поранятся. Брошенный окурок или осколок стекла в солнечную погоду способен спровоцировать пожар. Пищевые отходы, остающиеся после пикников, превращаются в очаги быстрого размножения вредных микроорганизмов, особенно в водной среде. Об этом должны помнить все, кто приходит отдыхать на берег Лязьмы и оставляет одежду, обувь и даже огромные мягкие игрушки. В первую очередь, чтобы они хотя бы чуть-чуть убирали за собой или просто собирали уже готовые пакеты, чтобы другие люди их убирали. Они просто все разбрасывали и уезжали. И чтобы поменьше костров было. Это с этим тяжко тоже у нас. Такие стихийные свалки на пляжах и в лесах привлекают грызунов, птиц, насекомых. Мусорный рацион может стать причиной серьезных заболеваний у обитателей экосистемы. А сами они превращаются в разносчиков заразы. Говорят, что в листопад можно загадывать желание. И мы сейчас загадаем желание о том, чтобы люди были сознательные, не мусорили и берегли природу. Татьяна Горностаева, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.